Да, жители, мэр нашей деревни номер 13 не жил тут уже где-то месяц. Да, Камбот, а говорят, что он так занят делами в городе жителей, что не будет в нашей деревне находиться где-то еще месяца 4. Капец, а вот пока мэра деревни номер 13 нет, его дом просто так простаивает. Это один из самых больших домов нашей деревни, и он просто так стоит. Посмотрите, тут паутины, лианы даже уже выросли, и окно кто-то выбил. Ну вот так вот, Камбот, можно сказать, дом заброшен. Ну это понятно, что он заброшен, и я вот, слушайте, что я вас тут в принципе собрал? Зачем я это сделал? Я думаю, может что-нибудь тут построить? Смотри, Камбот, так тут же мэр живет. Да это понятно, что тут живет мэр деревни жителей, но просто он тут не будет появляться еще, ну грубо говоря, полгода. А что дом-то простаивает? Это реально один из самых больших домов нашей деревни, и он просто так стоит. Ну а что ты, Камбот, предлагаешь тут сделать? Не знаю, если мы тут дом построим, смысл? Вот у нас у всех есть дома в деревне. Да не, я не говорю, что тут дом строить, кровать, не знаю, пусть этот дом приносит пользу деревне, а не просто так стоит. Например, не знаю, построить тут... Точно, житель, завод! Чего, в смысле, завод чего? Не знаю, может завод пшеницы? Камбот, скажи, пожалуйста, зачем нам завод пшеницы? У нас в деревне 5 огородов, прикинь, 5! Ну в принципе, да, ты прав, завод пшеницы нам точно не нужен, а вот может быть другой завод? Может быть построить завод сладостей? Да, житель, ты что, шутишь, что ли? Какой еще завод сладостей? Пользу завод должен приносить. Блин, я не знаю, чего у нас нет в деревне. О, идея! А пойдемте прямо сейчас на склад и посмотрим, чего у нас не хватает. Этого завода мы, в принципе, и откроем. Так, ну давайте смотреть, чего у нас, собственно, нет. У нас нету... Блоки тут какие-то непонятные лежат. Тут тоже блоки и тыквы. Слушайте, книжные полки у нас есть, Глоустон у нас есть, все у нас вроде есть. Так, Абот, у нас вроде все есть, нечего производить. Ну да, мы так нормально с вами запаслись, у нас вроде всего хватает. Слушайте, погодите, я знаю, чего у нас не хватает. Ну-ка, Капот, говори. Погодите, а вы видите, сколько у нас вообще тыков? У нас тыков-то полно. И что, Капот, ты предлагаешь открыть завод по производству тыков, что ли? Да нет, вы меня послушайте, тыков у нас и так хватает. Давайте откроем завод по производству големов. О, кстати, Капот, а это хорошая идея, только вопрос, а зачем завод по големам-то создавать, я не понимаю, големов-то строить легко. Так не, ко мне еще более гениальная идея пришла. Прикиньте, железных големов легко создавать, а алмазных, а вот допустим, какие у нас еще тут блоки есть, а кирпичных големов, а големов из... Да, как вам такая идея? Мы создадим самых новых и самых крутых големов, которые будут защищать нашу деревню. Капот, это гениально. Так, Капот, это супер идея. Полностью поддерживаю. Все, супер, мы построим завод самых современных, самых новых големов из разных материалов. Так, жители, короче, тогда с вас требуется собрать все блоки и принести их туда. А я пока что буду подготавливать дом и переделывать его в завод. Итак, поехали. Ребята, всем привет, меня зовут Компот и добро пожаловать на мое новое видео. Короче, вы сами все прекрасно слышали, вы сами все прекрасно понимаете. Пока жители там сортируют и собирают блоки вон там у нас на складе, я очищаю данный дом, потому что из него мы сделаем завод. А то как-то обидно, что домик простаивает и в нем ничего нету. И да, не удивляйтесь, я тут выбиваю стекла, потому что, если честно, в своей голове я уже все продумал. Внутри этого дома будут создаваться големы, после этого они будут падать на конвейер и выезжать прямо отсюда. Из этого в прошлом окна. Они будут выезжать прямо на улицу и дальше идти защищать нашу деревню. Потому что если мы их будем создавать в доме, то потом будет как бы, ну, проблемно их вытаскивать. Придется разбирать, потому что големы это все-таки большие. То есть, чтобы вы понимали, как это все будет работать. Смотрите, я голем, я такой, пам, заспаунился и потом по конвейеру еду, 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 выезжаю на улицу, вот тут вот падаю на землю и иду защищать деревню от зомби. По-моему, идея реально классная и заслуживает внимания, поэтому прямо сейчас я подготавливаю этот дом. Точнее, продолжаю его подготавливать. Я хочу сломать пол для того, чтобы разместить сюда в будущем конвейер. Самый настоящий конвейер. Кстати говоря, мне нужно его прямо сейчас принести со склада, так побежали. Так, камон, короче, мы все отсортировали, здесь у нас находятся тыквы, а вот тут в большом сундуке блоки для големов. Так, это прекрасно, жители, вы большие молодцы. Давайте тогда теперь вам тоже дам задание. Сделайте, пожалуйста, железный пол в нашем доме, так сказать, и потолки поднимите повыше. Все-таки для големов нужно побольше места. Ну и дверь поставьте нормальную, а то на завод деревянная дверь, ну, такая, если честно. А я побежал за конвейером. Конвейеров я набрал, у меня целых два стака, представляете, наскривлось и... Вау, какие классные двери. А как заходить-то? А, все, кажется, понял, нифига вы тут поработали. Так, а вот мы все сделали, как ты сказал, вот, пожалуйста, пол, все готово. Так это вообще волшебно, теперь я буду устанавливать конвейер. Конвейер мы будем устанавливать, я уже накосячил, потому что нам его нужно устанавливать в обратную сторону. Вот сюда, вот сюда, е-мое, я по нему еду, ребята, и чтобы вы понимали, я не нажимаю никакие кнопки, я еду по этому конвейеру. Так, ладно, устанавливаем вот так, вот так, вот так, вот так, просто, короче, катаемся и устанавливаем. Блин, это так весело, оказывается, и вот тут примерно заканчиваем, потому что тут големы выехали и пошли защищать деревню. Блин, капот, классная система, конечно, но вопрос, как големы будут создаваться? А для этого мы построим самый главный механизм на этом заводе. Я уже несу нужные нам механизмы для того, чтобы это сделать жителей. Так, наблюдайте внимательно и запоминайте. Для начала мы устанавливаем сюда вот такой вот, не знаю, как выразить, системный блок, короче, вычислительная машина, скажем так. Если честно, сказал как-то по-старомодному, да это, в принципе, и не важно. Затем мы обязательно с вами устанавливаем сюда диспенсер, раздатчик, то есть. Потом мы ставим на эту вычислительную машину рычаг, пожалуйста, готово. И тут выстраиваем вот такой вот закоулочек. Сюда мы ставим компьютер, в котором мы будем все прописывать и все настраивать. А сюда мы ставим, ё-моё, упал на конвейер случайно. А сюда мы ставим Redstone компаратор и переводим его вот в такое положение. Это очень важно, запомнил? А компота дальше что? Дальше обязательно мы с вами должны на вот этот вот раздатчик поставить еще вот такую вот, ё-моё, я сказал, вот такую вот штуку, вот. Который на всякий случай будет сбрасывать големов с раздатчика. Потому что големы все-таки живые существа, они могут туда залезть, что-то там сломать, поэтому у них не будет выбора. Они будут точно падать на конвейер и вон туда, туда, туда медленно, но уверенно ползти. Дальше. У меня в руках есть камера для того, чтобы следить за процессом дистанционно. Это завод у нас все будет поставлен на конвейер, на поток. И также нам нужно иметь красную экстренную кнопку отключения. Нажал и все резко остановилось. Классно, Капот, давай попробуем, давай попробуем, создадим первого голема. Ну давайте попробуем, потому что по сути все должно работать. Какого голема будем первого создавать? Ребят, напишите прямо сейчас в комментариях, какого голема вы хотите. Ну-ну-ну, я жду ваши комментарии, я жду ваши комментарии. Может быть, алмазного? Слушайте, да, хорошая идея. Кто за алмазного? Я в принципе за. Почему бы и нет? Поэтому давайте я возьму алмазные блоки и тыкву. Жители, я несу все. Так, я еще взял с собой два красных факела, чтобы обозначать, ну как бы, выход из этого завода. Так, вы обязательно контролируйте красную... Я сказал, контролируйте красную кнопку. Потому что если что-то пойдет не по плану, просто с кулака по ней прям бам! И абсолютно все у нас остановится. Так, у нас есть диспенсер. Мы закидываем сюда алмазные блоки и тыкву. Самую обыкновенную. А теперь мы прописываем специальную команду. Компот, мне стрёмно, что ничего не получится. Не волнуйся, если ничего не получится, у нас есть красная кнопка. И все, готово! Команда прописана, но по сути все должно работать. Готовы? Раз, два и три! Вау! Да, работает! Вот он, вот этот голем! Так, давай, давай, давай! Он пошел, пошел, поехал! Сейчас он поедет защищать нашу деревню. Посмотрите на это! Это работает, это работает, Компот! И я вижу, что работает! Вот, смотри! Все реально заработало! Он проехал вот так вот по конвейеру и пошел защищать нашу деревню! Добро пожаловать в деревню номер 13! Тебе повезло с выбором! Так, големы, предлагаю создать еще какого-нибудь голема! Какого? Компот, давай голема из стекла! Голема из стекла просим! Из стекла? Вы сейчас серьезно? Ну, давайте попробуем! Пожалуйста, тыква у меня, стекло у меня, жители! Вы там готовьтесь еще на красную кнопку нажимать! Так, выкладываю все на место и прописываю опять команду! Ну, вроде все готово! Давайте тестировать! Раз, два, три! Снажимаем! О-хо-хо! Реальный стекла, капец! Работает, посмотрите! Это просто невероятно, Компот! Мы все в шоке! А давай голема из динамита! Голема из динамита, жители! Чего у вас за фантазии такие? То стекло, то динамит! Ну, сейчас! Пожалуйста, как и заказывали! Я несу динамит, я несу тыкву и опять пишу команду! Готово! Отлично! Подходим, поднимаем рычаг и теперь его опускаем! Смотрим! О-о-о! Вот-вот-вот! Смотрите, смотрите! Невероятно, Компот! Невероятно! Погоди, мне кое-что интересно сделать! Я хочу, хочу очень сильно сделать! Погодите, погодите, погодите! Голем! Привет! А, не, не взрывается! Не взрывается! Как теперь по этому конвейеру долбанному попасть назад на завод? Компот, это была просто гениальная идея построить завод! Тогда ваша создавать големов из всех видов блока! Конечно, я только за! Фух, жители, ну вроде наш завод справился на ура! Да, Компот, это была очень классная идея построить завод големов в деревне! Да, и теперь все эти новые големы защищают нашу деревню! Ребят, вы только посмотрите, как их много! Я думаю, что пора останавливать этот завод, потому что их реально уже перебор! Алмазные, золотые, из верстаков и прочие големы все у нас имеются! Это было просто офигенно и 100% мы это сделали не зря, ребят! Спасибо большое, что смотрели это видео! Не забывайте ставить лайки и подписываться на мой канал! С вами я прощаюсь, всем удачно, спасибо, всем пока, ребята! Верстанay, да, nuances в этом добавьте! Продолжение следует...